Наши дворы совершенно не приспособлены для современных условий. Когда у многих появился в пользовании свой автомобиль, оставить его некуда. Это и вынуждает автовладельцев искать альтернативу привычному многоквартирному дому. И вот с очень интересным вариантом мы столкнулись, когда снимали сюжет про экскаваторы. На меня прям воспоминания по Финляндии нахлынули. В конце 90-х, в начале 2000-х я пожил в разных финских строениях и пришел к выводу, что современные финские деревянные дома все-таки переплюнули наши классические русские избы. В чем? Вот сегодня про это и поговорим. Подходил к этому строению с неким волнением. Неужели те самые уютные теплые финские дома теперь строят и в России? И сейчас я опять почувствую их особый такой естественный запах. Кедр? Точно он! Ну прям кусочек финской Карелии на русской равнине. А в этот зимний день мороз решил приударить. С утра ниже 20, днем чуть потеплело, поэтому оделся я с запасом. А ведь напрасно. Встретили нас тепло. Дисгармония в одежде просто резала глаза. И дабы не выглядеть белой вороной, я тоже принял эдакий летний вид. Ну да, тот самый теплый финский дом. Нам провели экскурсию и много поведали про особые технологии строительства. Но дабы уложиться в 5 минут, я все расскажу вкратце и своими словами. Дерево. Натуральное и хвойных пород. Вот почему здесь так приятно и легко дышится. Однако я не понаслышке знаю про недостатки строительства из древесины. Например, усадка и неизбежное растрескивание. Вот я взял доски и брус, высушил, покрасил, покрыл лаком. А дерево возьми и растрескайся. Это неизбежно. Но здесь трещин нет. И на улице в том числе. Конечно, с внешней стороны дом покрашен еще и специальной краской тик-курилла. Но дело же не в ней. Чудеса какие-то. Вот взять русские избы. С годами дерево не только трескается, но и конструкция искривляется. Здесь я вспоминаю нашу трудную поездку в заброшенную деревню Шабаново. Особенно быстро умирают оставленные без присмотра дома. Рушатся на глазах из-за деформации бревен и досок. Поэтому с любопытством смотрю на отделку дома. И особенно на брус. Он идеально ровный. Главное, никаких трещин. Почему, вопрошаю я. Заводские финские технологии. Высушенная специальным способом слоистая клееная древесина. Этот дом – вызов времени. Производитель гарантирует, что 50 лет простоит без изменения конструкции. На деле больше. Секрет – технология изготовления теплоизолированного бруса. По сути, каркасный дом. Впрочем, это не открытие финнов. Первые каркасные дома появились в Японии и Китае. А самым известным сооружением является японский храм Иссе. И ему уже более чем 1300 лет. А вот что представляет из себя блок в разрезе. Основу конструкции из дерева дополняет слой ветрозащиты, очень толстый слой из минеральной ваты, пароизоляция и, что важно, фасад вентилируемый. В результате преимуществ перед обычным деревянным или каменным домом – масса. И первое – это тепло зимой и прохлада летом. Для сравнения, стена из утепленного бруса толщиной 20 сантиметров эквивалентна бревну толщиной 45. То есть теплоизоляция намного лучше. А это, между прочим, экономия. Вот, все помещения отапливаются одним газовым котлом, и затраты на обогрев ниже, чем у аналогичного по объему каменного дома, не говоря уж про деревянный из бруса или бревна. Сохранение микроклимата достигается и за счет особой заводской конструкции дверей, при том их в доме несколько, а теплопотери они дают минимум. И дерево алюминиевых окон. Про окна вообще можно сделать отдельный рассказ. Вот классические деревянные окошки. В минус 20 постарался мороз, разрисовал стекла, да и со временем покосилась конструкция. Здесь же морозу до рисунков не добраться. Все собрано в заводских условиях в Финляндии. Из дерева и алюминия стекло трехслойное, конструкция долговечная. Мне понравилось микропроветривание. Это очень напоминает естественный сквознячок через щели обычных окошек. А еще в доме такой конструкции легко прятать электропроводку. И просто огромная экономия на отделочных работах и материалах. Все и так выглядит приятно и естественно. Впрочем, при желании можно придать дому и привычный вид городской квартиры, с белым подолком и обоями. Здесь часть помещения сделана именно в таком стиле. Ну а это помещение особое. Душевая и... Ну да, какой же финский дом без сауны? Кстати, дерево здесь используется другое. Ольха и термоосина. Особо отметим, что собран этот дом на заводе в Финляндии. Поэтому подгонка элементов тщательная, и это залог высокого качества. Далее его разбирают и везут в Россию в виде конструктора. И вот здесь, пожалуй, пора назвать тех, благодаря кому финские дома стали доступны и для россиян. В частности, в новгородском регионе. Компания Красивые Дома. Именно здесь можно купить такое жилье. Притом, технологии позволяют вести строительство круглый год и быстро. От закладки фундамента до сдачи дома проходит примерно 5-6 месяцев. Конечно, мы побывали лишь в одном из домов. А их вариантов масса. Тут уж вам и без нас расскажут. Каталог обширный. Различна и цветовая гамма, в которой будет окрашен дом снаружи. Но прям как у автомобильного колориста. При этом отметим, что грунтовка дома выполнена в Финляндии на заводе. У нас наносят только последний декоративный слой краски. Кстати, в качестве альтернативы здесь предлагают дома и российского производителя. Притом, сделанные не только по образу и подобию финских, в том числе и абсолютно идентичны по конструкции элементов и оправок на и двери. Уж очень они мне понравились. И при этом сравним их по качеству и по более низкой цене. Можно долго говорить о финских домах, но лучше один раз увидеть. Адрес и телефон фирмы Красивые Дома перед вами.